Быть в одном ряду с теми, кто помогает. Под таким девизом на Самарской станции переливания крови проходит День Донора. Традиционно на кровосдачу приходит несколько сотен человек. Помочь нуждающимся именно в этот день – особая честь для донора. Донора – это от слова, латинского слова «донора» – дарить. Какие бы компенсации ни были, в любом случае они не компенсируют то, что человек теряет. Он дарит частицу себя, частицу души. Раньше считали, что кровь – это воплощение души материальное. И вот эту частицу человек отдает другому человеку, помогает ему выжить. И каждый день у нас свыше ста человек сдает у нас в Тольятти, столько же в Сызрани, чуть меньше, просто короче поменьше. Поэтому мы всегда всех ждем. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян вручил федеральные и региональные награды медикам и удостоверение почетных доноров жителям региона. За прошедший год в области сдали кровь более 50 тысяч раз. Впервые донорами стали свыше 6,5 тысяч человек. Кровь и ее компоненты – плазму, эритроциты, тромбоциты – доставляют сегодня в 64 лечебных учреждения Самарской области. Донорство – это миссия каждого человека. И если позволяет состояние здоровья, безусловно, свои компоненты крови необходимо отдавать тем, кто нуждается в этом. Это пациенты с острыми хирургическими заболеваниями, с тяжелой политравмой, с гематологическими заболеваниями. В нашем регионе донорская служба в самых сильных странах. Это компоненты, которые заготавливают на наших станциях, используют в других регионах. Сам министр рассказал, что старается сдавать кровь раз в полгода. Вот и в этот праздничный день стал донором. Процедуру может пройти каждый житель области, при условии, что он старше 18 лет и тяжелее 50 килограммов. Сначала доноры проходят регистрацию, медосмотр, а потом направляются в процедурную. Большинство из пришедших – доноры со стажем. Как-то начали сдавать еще на работе, но и так и пошло. Ну, изначально из-за социальных каких-то льгот кровь сдавал, а сейчас уже это стало регулярно, привычкой. Вот, сегодня просто такой день, что у меня совпала, как раз дата кровосдачи и праздник. Ну, вот приехал с дачи. Елена Тихонова впервые стала донором 14 лет назад в студенчестве и с тех пор не упускает шанса помочь нуждающимся. Плохо мне не становится, как иногда бывает с людьми. Ну, некоторые понимают, что это не мое, я кровью боюсь или еще что-то. Но мне понравилось, у меня приятные ощущения каждый раз во время сдачи, после сдачи, что небольшую частичку добра сделал для кого-то. Только за прошедший год более 450 литров донорской крови и ее компонентов было выдано в медицинские учреждения, которые делают переливание детям. Благодаря донорам помощь смогли получить 700 юных пациентов. Всемирный день донора отмечают 14 июня, поскольку в этот день родился австрийский врач и иммунолог Карл Ланштейнер, который в 1930 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие групп крови человека. Сегодня отследить, какой группы крови не хватает в регионе, можно с помощью донорского светофора на сайте службы крови Самарской области. Красным цветом выделяют повышенную потребность, желтым – недостаток, зеленым – достаточное количество. Медики напоминают, что каждый день ситуация меняется, поэтому в больницах всегда должен быть достаточный запас крови. А сегодняшний день – очередное напоминание, что быть донором – значит спасать жизни людей. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.